На Украине главная мыльная опера под названием «Внеочередные выборы». В логику здравого смысла события, которые разворачиваются в Киеве, уже не укладываются. Ясно, вроде бы, что выборы состоятся, но позже, не 7 декабря. Но вот только что Юлия Тимошенко в своем телеобращении заявила, что выборов досрочных в стране не будет, это уничтожит наше государство, говорит Юлия Тимошенко. О ступоре политической системы Валентин Богданов. Киевские суды, как филиалы Верховной Рады, то тут, то там депутатский пикет. Закрыто? Да. Ключи у вас есть? Нет. Почему? Не пускают? Нет, там кабинет, уволенного указом президента суди, который принял решение приостановить указ президента. Внутри оригинал этих решений сам хозяин кабинета по фамилии Килиберда на таинственном больничном через дверь его начальник. Никак не может дозвониться до подчиненного. А что это? Спор премьера с президентом украинскую Фемиду не то что раскачал, заставил ходить ходуном. В блоке Юлии Тимошенко депутатский контроль принимает причудливые формы. Я офицерсб, у меня есть оружие? А вас не было. А я нарочил? Мы вас уже разоружили 15 минут назад. Чуть поугасло в судах, загорелось в цике. Вы не имеете права быть чак! Народные депутаты, вы не имеете права быть! Выборы сейчас просто как нелепость какая-то, как какой-то абсурд. Что по себе? То снова формирование коалиции, снова формирование правительства. В лучшем случае заработает парламент в мае месяце. Посчитайте. По нашим законам, в мае. До мае здесь могут быть развалены. В Макеевке это может случиться куда раньше. В цехах тишина, работают только по ночам. Электричество дешевле, экономят каждую гривну. Но кризис все равно побеждает. Мировая цена на металл упала, а украинский по-прежнему дорогой. Встанут макеевские станы, остановится вся экономика Украины. Надежда на партию регионов. Виктор Янудович! Макеевка это рядом с Донецком. Классический синий пояс. У регионалов столицы Донбасса партконференция. Надо объяснить, почему партия фактически поддержала идею Ющенко о досрочных выборах. Вариантов других нет никаких. Тут уже вопрос не в сроках. Вопрос в том, что просто эта власть не способна дальше управлять страной. Тимошенко любыми способами цепляется за власть. А она в Брюсселе. Говорят о мировом финансовом кризисе. Украине тоже надо из него как-то выбираться. А тут президент со своими выборами. Когда каждая копейка на счету, когда каждая гривна имеет значение для борьбы с мировым финансовым кризисом, тратить полмиллиарда на авантюру с выборами это дурость. На рейтинг Виталия Кличко сейчас рассчитывают многие. Тяжеловесы политики вычисляют, сколько очков может принести Союз с новым чемпионом в финальном раунде. Но он сам хранит интригу. Вы будете принимать участие в досрочных выборах? А выборы будут досрочные, нет? Вы не можете мне ответить на этот вопрос? На ринге может быть только один победитель, уверен Леонид Кучма. И клинч не тот прием, которым выигрывают даже в политической борьбе. У нас по очереди роль батька Махно исполняет то один человек, то другой. Поэтому ясно и понятно, что я укладываю. Абсолютно без власти в Украине. И сколько оно продлится, никто не знает. Уже устали считать. В партии регионов, блок Тимошенко, коммунисты. Так, по мнению многих политологов, будет выглядеть финальная тройка победителей этих досрочных выборов. Пропрезидентская наша Украина пока едва преодолевает трехпроцентный барьер. Это главная забота Виктора Ющенко, который в итоге может пойти и на перенос даты голосования. Например, на 28 декабря под Новый год домой съедутся западноукраинские гастарбайтеры. Для оранжевых они, похоже, последний электоральный резерв. Валентин Богданов, Кирилл Вышинский, Леонид Замчинский, Максим Гриневич и Мадина Тимиряева. Вести недели. Киев. Украина. Ну и с той микроскопической поддержкой, которой есть у Ющенко, затевать новые выборы политическое самоубийство. Но сейчас он мобилизует все силы, и в первую очередь националистические. На этой неделе в Киеве была с помпой отмечена 66-я годовщина создания УПА, Украинской повстанческой армии. Той, которая стреляла в спину советским войскам во время Великой Отечественной войны. Бандеровцы уже прошли маршем по улицам Киева. В Киев стянута вся старая гвардия националистов. Они говорят, что тоже пойдут в парламент. Вот Олег Тегнебок, обещавший рубить пальцы за общение на русском языке, рвется в Раду. Возле памятника Тарасу Шевченко писатель был бы в ужасе, организовал сходку. Шухевич! Бандера! Герои Украины! Это самые преданные сторонники Виктора Ющенко, его электорат. Именно для них герои те, кто в годы войны встал на сторону нацистов, пособничал. Идеологии по большому счету близки. Шухевич Бандера, но в запасе у Ющенко оказался еще один, с кого у молодого поколения украинцев требует брать пример. Только в 20-м столетии мы шесть раз провозглашали украинскую независимость. И пять раз ее возвращали. В связи с этим хочу напомнить слова Симона Петлюра. Не забывайте про меч. Учитесь лучше держать его в руках. Петлюра. Это Ющенко цитирует того, кто в лихие годы гражданской. Вот он, редкий кадр, воспользовался смутой. Собрал вокруг себя верных идей национализма и повел воевать. Против Москвы. Не большевизма. На самом деле президент пока стесняется цитировать еще одного известного персонажа. Но не цитируя, он будто живет его заветами. Надо способствовать появлению литературы о борьбе украинцев с тем, чтобы можно было вновь оживить их историческое сознание. Поддерживать украинский язык. Украинские классики, которые писали частью также и на русском языке, могут быть снова напечатаны на украинском. И, наконец, на более позднее время можно иметь в виду и организацию политического движения. Что-нибудь вроде свободного украинского казачества. Также следует поддерживать культ украинских вождей. Гетмана Хмельницкого, Сагайдачного, Мазепы. Все это будет средством к тому, чтобы сердце украинского народа привести в такое состояние, при котором оно снова будет биться. Московское государство надо рассматривать не как друга, а как смертельного врага нашей страны, а вместе с тем и украинского государства. Украина, следовательно, будет всегда рассчитывать на защиту какой-либо другой великой державы. Не правда ли, все так и происходит? А ведь это, внимание, речь рейхслейтера Германии, Альфреда Розенберга в узком кругу по проблеме Востока, которая им была произнесена 20 июня 1941 года. То есть за два дня до нападения на Советский Союз. Розенберг по образованию архитектор, он им и стал. Только архитектором нацизма. Готовил расчленение России. Ближайший соратник Гитлера. Едва ли не под его диктовку фюрер написал «Свой Майнкамф». Идеолог антисемитизма и расового превосходства. Для миллионов это обернулось газовыми камерами и печами концлагерей. Казнен в 1946 по приговору международного трибунала в Нюрнберге. Но у Ющенко своя история. Он уже заготовил проект закона, который приравнивает в правах бойцов УПА к ветеранам войны. И указ объявить днем вооруженных сил Украины дату создания УПА. Так это преступление, дорогой, кому хвашистам, которые были соратники Гитлеру, это преступление. Ни в коем случае равнять с героями их, о чем вы говорите. Долой УПА из Крыма! Долой УПА из Крыма! А это уже Крым. Здесь свое отношение к бойцам УПА и национализму. Нескольких ветеранов и поклонников Бандеры после собрания просто затерли. Держать, дави! Раз, два! О каком же единении и самоидентификации на основе национализма, чего так хочется, Ющенко, может идти речь? Страна слишком разная и большая. На Западной Украине существуют вот эти крайне националистические, можно сказать, нацистские взгляды на то, что Украина должна быть какая-то проникнута идеей западноукраинской. Почему? У них есть свои герои. Мы же не мешаем им, почитайте их. Но мы здесь в Севастополе, у нас свои герои. Но старания Ющенко, цитирующего Петлюру, про меч не пропадают даром. На этой неделе в Севастополе был до полусмерти избит младший сержант контрактной службы Черноморского флота России Станислав Суслов. Тремя пьяными выходцами из Западной Украины. У подъезда собственного дома возвращался со службы. Их, конечно, задержали, сейчас они в отделении местной милиции. Но маленькая дочь Станислава год и четыре месяца может остаться без отца. Ухудшение, говорят, каждый день. Говорят, что уже мозг головной у него умер. Ну, мы пытаемся надеяться, что все будет хорошо. Врачи, говорят, шансов мало. Выжить ноль. Практически. Подлый удар в темноте из-под воротни. Знакомый почерк еще со времен борьбы с Бандеровщиной. Но вряд ли Ющенко обратит внимание на эту трагедию. Напротив, он как раз и занят подготовкой нового националистического наступления. А крики, от которых вздрагивал на этой неделе Киев, только ласкают его слух. Слава Украине! Здоровья, слава! Слава Украине! Здоровья, слава!